Субтитры делал DimaTorzok Вообще Кьёджин отыгрывает сейчас опорника, квадрокилл в итоге В 2021 году выиграть, но начинается все не слишком радужно Это плюсовые размены для команды NIP Очень важно было, чтобы Шок сейчас дожал, но и этого не произошло Как итог, практически пустой Б-плэнд, куда NIP и заходит Кьёджин и Зайву В рамках одного из раундов тоже затащил бой Тем временем ситуация 2 в 2, бомба лежит 20 секунд, Зайву Слишком рано почему-то выходит, хотя мог все-таки дождаться, пока игрок возьмет бомбу и начнет плэндить Кьёджин остается на той же позиции, играет под 90 Проверяет ЦРК, в виде двоих живет, Кьёджин берет еще один раунд Апекс поджал дугу, неплохие хедшоты, РС и Физи падают Апекс отходит назад, но при этом добирает из тега, Мисута оформляет хедшот по Хампусу И в конце концов Плопски Соло против пятерых Пытается сыграть на центре, но у него не получается Люди, которые верят в NIP вот так На самом деле есть, есть в чаде парочка человек, которые действительно в это верят Пока ковры разнесены в пух и прах, и обратите внимание, у Кьёджина и Шакса, как и у Зайву Были полновесные штурмовые винтовки То есть осталось у Виталити две формилки И сейчас этот быстрый стиль от NIP работает очень хорошо Мисута дает килл, но дальше этого дело вряд ли пойдет На него наскакивает целая орда игроков из Швеции Апекс один Арку и библиотеку, займут ребра И, наверное, снова попытается зайти сплитом на базу А Зайву под Библией забирает Хампуса, откидывает под себя Смок Соответственно, перекрывает эту позицию И теперь весь фокус внимания на короткий Зайва увидел двоих, дал инфуну, упал от физи На бортике остается Кьёджин, который отлично отыгрывает Слушай Ну, сейчас заняты ребра, поджат банан, супер нагло Причем Мисута, ну, включил, на самом деле, нажал на педаль газа Въехал на ребра, раз, где инфа, инфа не заехала, Мисута трипл килл сделал Он убил, еще было секунды две, и я не знаю Но пока по старту на Инферно работают французы, они очень любят пространство Правда, Шокс пошел сейчас проверять Б, его расстреляет Хампус Легчайше Ну и теперь момент истины, выход на Кьёджина Фрагун дает, его прикрывает Зайву Тут просто без вариантов, я не знаю От флешки, просит, наверное, Зайву ему накинуть гранатку Она полетела Шокс выходит, видит несколько спин Прячется, но самое главное, что он сделал, это дал инфу В итоге выход на Аплэнд Но промахивается Зайву, промахивается Кьёджин Пловский в соло Открывает сейчас базу А Опорничков на прочность Шокс все в том же кармашке Залетаются те же смоки, но теперь Пуш пойдет непосредственно Шокса, обязаны его проверить Он же в прошлом раунде тут сидел Раз, от Зайву Два-три от Шокса Четыре последним патроном добивает Физи Ну и эстек один в пять Как это происходит? Неужели... Ну НИП не могли ведь забыть о существовании этой позиции? Следовательно, они решили, что Шокс второй раунд к ряду там просто не будет сидеть Да, причем тут решили, не решили Первый или второй должен, конечно же, просто наверняка проверять нычку на ребрах Это дефолт, который делает, соответственно, из тега Ну и все, как мне кажется, завязано на игроке, который сидит на гробах Это молодой Физи делает первый килл Геоджин на размене И стег в итоге выходит из нычки, делает тоже минус Игра на размене Зайву один хп с АВП Понимает плюс-минус, что игрок где-то на банане Бомба стоит Зайву крутится, пикает бомбу Чекает снова дугу Бомба в любом случае взорвется На него выходит плопский из смока И Зайву ничего Зайву на суппорт На халпу сможет сместиться И полетели гранатки Итак, Месута прячется за фонтаном Флешка одна, флешка вторая Апекса приговаривают Месуту сносят Все, четвертый для Нипов С очень высокой вероятностью Не имеют права Виталити сейчас идти в этот ретейк Учитывая их деньги, о которых Мидлу Проверяет ребра Проверит, скорее всего Аплэнд И с большой долей вероятности Уедет от кого-то из команды Виталити Зайву просто с авиком его щелкает И что плохо, так это то, что Калашников теперь достается Кьёджину на мидле Хампус, конечно, мог бы просто постоять в бойлере Что ж Сейв в прошлом раунде у Виталити был Так что теперь все не так-то плохо Очень плотный размен гранатами От которого чуть больше пострадали Нипы Пострадал Зайву Апекс ловит килл Едва ли не находит второго У Реза 18 хп Хаешка вдогонку Успел ли уйти Рез? Да, он все-таки отскочил Но Апекс Сколько же важной работы он действительно Делает на этом На прикрытии Месута Но в целом Виталити угадывают Вопрос в том, успеют ли Кстати, непонятно, зачем Месуту оставлять Там с МПХ Потому что вряд ли бы он что-то сделал Апекс не сумел забрать с авиком своего оппонента Плопский врывается в арку на АК Месута В итоге играет на колодце И не проверяет справа Все-таки увидел одного Увидел второго Попал из Тайгу в голову Тут остается практически красным 3-4 хп И все-таки на Б плент идут Атак проходит вообще через зелень И готов атаковать А плент Правда дым мешает зайти в библиотеке Шокс Но при этом Шокса все-таки отстреливает Физи Рез ставит хэд по Кьоджину И снова нужно уйти на сейв Хотя в библиотеке лежит девайс Его желательно подобрать У Апекса и Месута пистолеты Поэтому вроде как и сейвить их не стоит Но вот Апекс попадает по резу Возвращается на КТ Зная, что под библиотекой оппонент Ловит из Тайга Его пытаются зарезать Патроны, патроны И все-таки он подбирает калаш Физи стал стрелять Просто прыгает, наскакивает на Месуту Ожидал его Шокс пошел пушить центр Но Плопски его, конечно же, слышал Была имбовая и нечитаемая Местием позиция для Шокса Рез добивает Апекса До свидания Виталити в этом раунде Ничего не получится Скорее всего 7-7 Между ним и Кьоджином, судя по всему, произошло Потому что Кьоджин очень долго стоял на КТ В итоге только сейчас он подходит Его пытается давить Плопски У него получилось забрать француза Зайбу откидывает под себя смог Но Плопски невероятно уверен Других комментариев нет Обычно коктейли Молотова туда хотя бы кидают Но даже без гранат надо чекать Кьоджин, выход из-под сигареты Ловит Физи Тем временем Апекс был под библиотекой Сделал еще один килл И все в руках старейшего, наверное, игрока Команды NAP Реза Который, насколько я помню Присоединился к команде Там в районе 16-го года Плюс-минус Рез на Пленте Чекает библиотеку Вот буквально еще один шаг Апекс начинает подходить Ой, Рез-то упал с ящика Спалил позицию Его Мисуто должен был слышать Но ванвей помешал Рез в итоге остается один в один Рез уходит на короткий Бомба шикарная И он этот клатч может Изи теперь потащить Рез откидывает флешку Апекс Пушит Рез его видел Рез отходит назад И ставит Хедшот Вот это дыма Никакой при этом ротации НИП не осуществляет Только сейчас дергается Со своего места Хампус Но Виталити уже осуществляют Где Сантуру Мисуту в сайте забирают Правда 2-3 кила в ответ От Виталити Ну и по идее шансиков у НИП уже немного Довольно замысловатая пистолетка На яме остался Апекс Он видит Хампуса Скорее всего это будет расстрел На месте конечно Апекс показывает своему Молодому коллеге капитану Что люрковать и Дэн В общем-то мастер и умелец Следовательно вот 8-8 Один процент здоровья у него остается Рез на флешке Будет запускать флопские стега на банан Но здесь работая на опережение Виталити дали молотов Дальше дым от защиты И в этот дым решили НИП врываться Но флешка не сработала Так как должна была по опорнику А начинает подгорать уже и КТ спаун 40 секунд Не хотят Виталити погибать Или может даже челлендж не теряем ХП Да-а-а-а, челендж, скорее всего, исполнил Физи в спине Шокс его контролирует И это И это раунд, в котором Виталити Потеряли 0 ХП У них вообще уже 2 раунда А 10-8 И Физи Как всегда, получает Айвик 7 на 14 Пока хвастаться особо нечем Помним мы от него Один наверное яркий момент Где он наскакивал На КТ Минута 30 Месу-то на коврах, это будет выход через апсы рваным темпом, но... Ой, нормально Шокс прикрыл. У Зайва 15% здоровья осталось, но все получилось более чем достойно. Важно, важно было это прикрытие. 4 в 3, и Непам уже можно сейвить. Есть! Через короткий, но тут весь фокус внимания именно сюда, поэтому что Рэв, что Хампус должны делать киллы. Коктейль Млотова большие, Шокс вырубает Хампуса. А это, кстати, интересно, если вдруг получится забрать игрока на ближнем ящике. 5 секунд до конца они забирают Физзи, они еще могут взять этот раунд. Два игрока слишком далеко, и это клатч 2 в 5 от Шокса и Зайву. Ой-ой, смотри, что Зайву исполняет. Не знаю, слышал ли он мидл прямо сейчас. Скорее всего, он не слышал мидл. А здесь шорт несется со всех ног. Шоксу надо жить, но как здесь прятаться? Вообще никак, на самом деле, его забросали гранатами. Ну и позиция Зайву, наверное, плюс-минус понятна. Хотя он в коврах, есть шанс уцепиться за килл. Зайву делает это. 74% здоровья у него. СТЭК отыгрывает с фейком. Зайву просто проверяет прыжками. Опять-таки понимает Зайву, как отрабатывает в таких клатчах. Это 2 в 5, которые Виталити берут. Дефается на последних секундах. Бомба, но нет даже китов 12-8. Вот они, крики, вот они, крики. От Апекса. Да не берется. Тем более мы не видели там каких-то сумасшедших хэдшотов. Что-то сверхъестественного. А что сейчас-то у Виталити происходит на банане? Какие-то заезды? Апекс не сразу понял, что его будут пушить. Плюс есть попадание и скаута еще и по Месуте. Ну ладно, 3 в 4 и это плюс инфакт. Главное, теперь как можно оперативнее подобрать бомбу. А где она? Она здесь. И нужно будет ее как-то унести. А Физита уже контролит Шокса, но нау потерешар. Ух, как это было опасно и важно вместе с тем. Потому что, ну, выбей бомбу и все. Раунд для Виталити, скорее всего, не был бы взят. Ну а вместо этого выпутываются французы из этих неприятностей. Скорее всего, красный Кёрджин падает. Но читает ли он, что Шокс у него в спине, что он с бомбой никуда не смещался? Потому что раскидка гранат есть, а Шокса сидит и ждет. Дело в том, что Шокс еще тоже не понимал, что происходит. Он тоже аккуратничал, думал, что его смотрят. Соответственно, 35 секунд до окончания раунда. Залетает два дыма. Ну что, Хампус. Первый фраг для него, по идее, легкий, даже несмотря на блайн. Дальше он заныривает смоук. Кёрджин так просканировал дым, но не пытается его серьезно найти. Слишком много позиций, которые нужно проверять. Гранаты при этом закончились. Ну, в общем, не знаю, я не до конца понял это решение. Разворачиваться и уходить на... То есть ничего вроде готово не было. Никакой информации не собрано. Даже особо на гранаты не разводили игроки Виталити. Здесь опорников, зайву. Пытаются здесь что-то исполнить. Слушай, а если бы залетело сейчас? В общем, он и есть. Да, любит он. Это дело, пока мы об этом рассуждали. Минута 30 до конца. Виталити уже заняли длину. Стак. Качественный пропик бойлера. Апекс наскакивает на Плопске в Сити. Ну, и его вот-вот должны забирать. Отстрел от Хампуса. И, по идее, в западню попали в Виталити с этими двумя авиками. Им не справиться. Ну, хотя одного забрали. Ну, вак 3, погоди. Все-таки шанс-то есть. Они плюс-минус понимают, где кто стоит. Хоть и на размене Кёджин забирает Реза. И Кёджин знает, что авик на Б. И где-то чувак на А. Ну, бомбу поставить можно. Стопает Кёджин. Все, спалился. И стэк знает. Бомба устанавливается за колонной. В итоге очень странно сыграл. Под хорошие гранатки. А тут ни одного, ни второго не было. Но все равно еще шансы остаются. Физи, правда, с авиком выходит на дугу. Зайву отводит прицел снайпера. При этом уже разобрали Хампуса. Минус Физи. Это квадра от Зайву. Рез остается в соло в темке. Зайву не чекает его. Хотя нет, пошел проверить, но погиб. В итоге Эйс сорвался. И зайдет чего-то хорошего в исполнении некоторых ребят из NAP. В частности, из тэк. Возможно, именно тот, кто мог бы принять точку Б. Но не получилось. Дорога к Б-пленту открыта. Далее летят Смоки. Причем Смоки очень хорошие. Как они еще и Апексу-то накинули? Скидывает Смок, уходит к тиммейтам. Ну и, как мы видим, все в руках Реза. Рез спалился. Откидывает коктейль Молотова. Шокс. Попадает по Резу. И в итоге это был, судя по всему, ключевой момент. Потому что на Аппленте больше никого нет. Бомба устанавливается. И стэк врывается из библиотеки. И ситуация 3 в 1. Хампус, последний игрок команды NAP. Делает минус. Апекс умер. Хампус подбирает автомат Калашникова. Возможно, еще есть шансы у капитана команды NAP. Подползает под телегу. Проверяет большие. Проверяет курилку. Но все-таки Кьоджин ставит хедшот. Поздравляем команду Виталити. Они победили на до Инферно. Инферно, напомню, выбирали НИПы своей картой. И, соответственно, теперь все не так радужно. Потому что микрофона Хампус и компания начинают за Диффенс. Карта ДАС-2. На длине произошел уже первый хедшот. За его упал. Кьоджин и компания в меньшинстве заходят на базу А. Но теряют очень многих своих бойцов. Кьоджин в итоге все-таки на плейнте у Апекса. Два хелспоинта. У Шокса 6 хп. Но бомбу они все-таки поставят. Очень опасаются за позицию Гендальфа. И, правда, здравствуйте, друзья. Важный момент сейчас будет у Шокса. Он в яме. У него 6% здоровья. И, по-моему, Рез собирается его здесь проверить. Ну, должен проверить. Нет, он его не чекает. Он побежал. Но Хампус минусанул Кьоджина. И тут подключается Шокс. Делает свой килл. На дальней дистанции пытается повесить сторон. Заканчиваются патроны. Падает капитан Шокса. Но здесь нужно в стиле зайву что-то вешать. А дым... Хотя не всегда чекается, когда байт из ямы происходит. При этом есть игрок на старте. Физия все-таки упал. Месута падает. Хампуса отстрелили. И, конечно же, по яме информация тоже была. Но 3 в 2 все-таки не потеряны еще шансы от Нипов. Потому что Виталий действовали довольно медленно. И оба игрока защиты перетянулись на планета. Еще и дым неточный. Там есть просвет, в который можно делать киллы. Но вот как СТХ собирается играть с шорта, со своей МПшкой, это, конечно, тот еще вопрос. Но никак. Здесь, по сути, ничего он не сумел бы предпринять против Галила. Хаешка несколько неточная. Рез остается в клатч 1 против троих. Помочь ему может количество ХП у оппонента. И этим пользуется он перестрелки с Киоджином. У самого остается 99. У Зайва 64. То есть от хэдшота могут отъехать и те, и другие. Но, опять-таки, на опережение на ваших экранах. В принципе, со страховочкой. Нужно и рискнуть. Физи. Как так? Ты же в нижний был. Но расстреливают. Вообще не поехала с Дигла. Плопский на последнем издыхании Апекса добил. Но это все равно 4 в 3. И проход на фактически свободен. В Зиге находятся. На сплит-б пойдут. Пойдут Виталити на сплит-б сейчас, возможно. И попадут в засаду. Дали флешку. У Хамбуса, правда, забрали. Здесь же поджим Темки. Он видел двоих. Да. Ну и теперь нужно разворачиваться уже. Идти через шорт. В общем, этот поджим. И даже фраг от Нипов плюс сыграл для Виталити. Которую просто собрали. Пытается вычислять Темку. Мисута пошел. Интересно, проверят ли верх. Ну и здесь засада. Сейчас могут отлететь ребята из Виталити. Ближний ящик играет. При этом скаут на пленте играет. За его отходят. И в плюс сыграли для себя парни из НАП. При этом Хамбус поджимает. Риск довольно большой. Апекс, понимая, что его красного могли бы забрать, просто забрасывает бомбу на шорт. Ее подбирает за его физик. Не чекает нижнюю. Я не знаю. На шаг. На два шага впереди сейчас отрабатывают. Это Виталити. Апекс, в частности, 8 секунд. Изи! Атаку. Эстек прострелом через дым забирает еще и Мисуту на Темке. 17-16 секунд. Эстек пытается дать килл. Из последних усилий Киоджин его все-таки расстреливает. И вот тут на центре появляется Шокс. Его в спину настигает Плопски. Ну, теперь выбивание с Айвиком. Правда, три против двоих. И Заеву попытается как-то это преимущество соперника сейчас сгладить. Но никого не заметил. Дожидаются Нипы. Темку, скорее всего. И Заеву это читает. Вопрос в том, что соперник по нему промахнулся. Сам Заеву наполучал откуда? От Плопски в окне. Вот это угол. Второй раунд забирают Нипы. Слушай, слишком, мне кажется, много лишних движений было в итоге от Заеву в конце. Особенно, когда он уже увидел игрока с Айвиком на пятачке. Мог, в принципе, его как снайпер более опытный и грамотный его перестрелил. Несута еще и Реза убил. И Стаек в итоге последний сейчас на Б-Пленте пытается какие-то флешки отыграть. При этом я не думаю, что это была специальная флеша. Но так получилось, что она в итоге точно по Пе 2 в 4, даже 2 в 3. А они здесь могут сыграть неплохо. Вот, отстрел от Физи есть. Должны, конечно, о своих деньгах, ребята, думать. Здесь Шокс немного байтит Плопски. Пытаюсь его переиграть. А вот попробуй скажи Стаеку, да, что эту флешку он дал куда-нибудь. Он тебе там расскажет, что тренировал ее на праках, что это фирменная заготовка под гранд-финал. Но сработал. У меня вот в Киеве вообще ничего нет. Прорыв длины. Здесь тройка игроков. Плопски раз, Плопски два. И не удалось выйти. Флешки не сработали. Причем были игроки НИП на прикрытии, но их услуги и не понадобились. Здесь все сделано. И какая-то точка, которая являлась бы у них слабым местом. В этом раунде начинается десант на Сити. Напекса, конечно, раз переигрывает. Хотя попытка была неплохой. За И18, Шокс 25. Все, на точку точно не выйти. Это должен быть сейв. Еще не факт, что дадут. Тут Хампус уже пошел шерстить в центре. За его успокоил. Третий раунд для ниндзов пижамы. Ну, не удалось прорвать. Еще одна ХЕшка. И это изи взорван Мисуту. У Шокса 35 хп. То есть Виталити, еще не выйдя из зигзага, уже настолько серьезно пострадали. Еще одна ХЕшка. Хампусу их просто накидали на КТ. Это метовая тема. Но во времени на карте ДАЗ-2 берите на заметочку. Ну и теперь Хампус словно в тире оказывается. Правда, что-то как-то не уцепился. Но пришел РС. И все, закончилось. Благо, полученный счет 4-4. Вот так вот. Мы недавно с Педриком... ...редкость большая. Ну или там на Бен. Но тоже удобнее всего, конечно, сыграть на чек на зиге и по таймингу их откидывать. Мисута забирает... Точнее, Хампус забирает Мисуту, Зайвук, Йоджина, Апекса. Остается последний Шокс. И неужели это будет еще один эйс? Напомню, вчера на карте Нюк против G2 Хампус сделал эйс на длине. И вот, собственно, сейчас тоже мог бы. Уже началась. И по-хорошему Шокс один минус должен делать. Может сделать даже и два. РС не был готов к его позиции. Вот помните, как осторожно Апекса сюда открывался? Ну и как сюда зашел РС. Не ожидал Люркера увидеть. Ну и, конечно, пошел разброс точки А. Здесь пока Виталити нашли только одну потерю. Упал Мисута. 30 секунд до конца. Тройка игроков НИП. Здесь же на позициях. Бомба на гусе. 26-25. Эстек отправляется по пятам Шокса. И, скорее всего, Ришар сейчас станет его жертвой. Фраг от Зайву. Ух, Эстек. Я уже думал, он сейчас зафейлит. Но нет, все нормально. На нижней темке, но не в рамках базы А. Здесь-то как раз все четко у Виталити. Выпад от Зайву. Падает Хампус. Эстек один против двоих. Выпад. 47 хп у него бастается. 3800 долларов. Но на шорте он играть не решился. Побежал на Сити. Здесь его ждет Зайву. В общем-то, вся инфа уже собрана. Эстеку даже шансов не оставили на оформление этого клатча. Счет становится. Тэшку. И это может здесь сыграть плодотворно для команды НИП. Зайву как раз Тэшку проверяет. Там, правда, смог. Мисута щелкает Хампуса. Флопский открывается минус Мисута. Зайву остается один за высоким. Бомба вот-вот взорвется. Зайву танцует, танцует. Но нет дефузов. Только сейчас подобрал их Плопский. Они были в воротах. Но он уже не успел. И сюда же подтягивается Физи со своим Авиком. И спина уже начинает гореть. Бомбардировка Сайта. Мисута не реагирует. Два фрага в ответ. Физи со своим Авиком. Находит Киоджина. Сидел на Гендальфе изначально. Теперь немного меняет свою позицию. Заметил силуэт соперника. Промахнулся. Как же было важно на самом-то деле щелкать сейчас Шокса. В итоге Шокс умирает все-таки от Физи. Зайву остается один против двоих. Но и стэк подобрал Калашникова. На Б. Стэк. Я заметил, не в первый раз занимает этот второй уголок. Любит он эту позицию. И вот спрей. Раз. Второго оставил красную. Мисута 41% здоровья. Стэка, правда, приговорил. Но он успевает. Успевает дать свой минус. Рез падает в тупиках. Очень важно было сейчас жить до последнего. В итоге появляется шанс у Виталити. 2 на 3. Б. Плен занят. Мисута разваливает окно. Физи действует через пину. Мисута видит игрока за воротами. Прилетает Смог. Апекс как раз-таки тэшку чекает. Но Физи уверенно выходит. И Апекс его не перестреливает. С горем пополам. Но Н.А.П. точно так же может и получить от Зайву. Который как раз-таки со скаутом будет просматривать. Ой. Плен. Еще и прыжочек от Истега. Шокс наказывает опорника базы Б. Благо Рез делает свой минус. При этом Мисута на центре подлавливает Хампуса. Уходит назад. Но на пальме был Физи. Ситуация 2 в 3. И снова у Виталити кое-какие шансы появились. Но ненадолго. Рез все-таки забирает Кьоджина. Не хватило гранат, конечно, при этом выходе. Смог. Ну, естественно, нужен был ворота. Его банально не было. И, конечно же, из-за этого Теры не смогли и бомбу поставить. Ну, а вторую готов откидывать по таймингу. И вот сейчас был бы идеальный момент. Итак, Хае. И до свидания, Мисута. Четвертый килл с Хаешки за эту серию получает Хампус. Выход тем временем на АДЛ. В общем, закрыто. 9-6. И это сторона защиты от Н.А.П. Которая действительно сработала. И выбор Виталити пока что успешным у Талетки. Найпи сильно приблизит себя к победе на этой карте. И счет станет 1-1 внезапненько тогда. Ну, а Мисута явно против таких раскладов. Потому что пока он сшибает с ног нижнюю темку. Очень здорово находит даже 2-3 головы. Попадает по пальме. Ну, Киоджин минусует Хампуса. И Физи оказывается один. У него еще и нет армора. Он инвестировал в гранаты ИП-250. Сидит под уголком. Качественно минусанул Мисута, который несся уже, вероятно, за своим квадрокиллом. Здесь мог бы ошибиться из-за Иву. Но чертовы пули летят мимо, если ты стреляешь метаигра. И вы можете выигрывать замечательные скины, просматривая киберспортивные трансляции. Быстрый врыв на точку Б. Причем Форс решили полный сделать НИПы. У них денег было довольно мало. В районе 2 тысяч. Но это им не помешало взять тейки, вторые арморы и минимальное количество гранат. Апекс влетает в окно минусы стек. В конце концов Хампус последний один против троих попадает по Апексу. Но бомба лежит и у Хампуса шансов нет. Еще один Физи отрабатывает на арморе. И дуалберет. Специфичные вкусы у этого молодого человека. Шоксинья. Раз, два, как он перевелся на правого соперника. Здесь же Апекс двух добивает. Ну, в общем, без шансов, без вариантов. И пока, как мы видим по... Санято старт под их контролем, но 4 человека у Виталити тоже на точке. Кьожжин увидел одного второго. Дал инпусь. Сейчас слишком близко находятся оппоненты. Было бы неплохо принимать их с девайсами. Отличная моменталка. Ловит Кьожжин с Шоксом двоих. Но все равно ситуация 3 в 3. МПХ у Шокса. Кьожжин упал. У него был единственный хороший девайс. М-очка. Апекс при этом ловит Зигом возле ступенек. Сделает килл. Да, смог совсем скоро развеяться. А то все может получиться. Он, кстати, влетает. Классная флешка. Но Физи то ли уже расслеп или что. Но в любом случае он сделал свой минус. Кстати, странно, что не показало. И это, конечно, он зря. Потому что именно от него многое зависело. Кстати, у нас Апекса пропускают на ближнем ящике. Помню, некогда ребята из BAG использовали эту позицию. Бомба все равно, кстати, устанавливается. И сейчас Плопски мог бы сыграть, но не получилось. И так все в его руках. Но Месуто ставит и делает этот минус. Бомба дефузится. Плопски попытается рискнуть. Но на этом, в общем-то, все. 55 секунд. Физи. Ну, не знаю. Странное выползание от снайпера. Но самое главное, что он проверял ближнюю позицию. Хотя, конечно, там перед собой надо было пустить кого-то другого. 2 в 4, РС и Плопски. Времени мало. Уходят в нижнюю. И может, есть смысл взять АВК засейвить. Но они почему-то не берут АВП. Идут просто в темку. Неужели пойдут на Б вдвоем? Трудная ситуация. Снайпер вдалеке. При этом на ближнем ящике еще одна МК. Снайпер, правда, погиб. Бомба выпала. Шокс. Не стал спускаться. Но Зайва был на грибах. Ниндзя в пижамах. Шокс на АВКе. Пока проходить его сложно. Причем прекрасно НИБ знает, что кто-то... САВиком на центре будет сидеть. Все равно пытаются раз от раза его проходить. Но не удается, не получается. Влетает здесь Месута со своим киллом. Ну, в общем, 12-10. И что-то это... На что-то это похоже. Неужели на вторую половину карты Инферно? Да и вообще на Инферно. Не, ну, подожди. На самом-то деле, вот следующий раунд ответит. Потому что теперь 4 в 5 с красным эстегом выйти будет просто очень трудно. Апекс ждет, пока закончится сейчас этот смачок. Влетает просто на Зиг под флешку. В итоге все слепые. Делает два минуса. Ну и опять же знает, что еще два на Зиге осталось. За его. Пока один на спуске. Правда, к нему подходит Кьоджин. Потому как Апекс четко дал понять, что на Зиге все оставшиеся. Рес остается один против троих. При этом хп мало. И вот теперь, конечно... В ходе Тёмка мажет шокс. Месуту на тачке не проверяют. Это активный фейк. И, возможно, НИП сейчас попытаются просто занести бомбу. Но нет. Пришла инфа крайне своевременно, что никакой пачки и пакета под Б нет. Значит, Кьоджин нужно возвращаться на ДЛ. Он сделал это. И как раз-таки пакет выбил на банке. 14-й раунд. Что Виталий возьмут уже почти наверняка. Свой 20-й фраг получает Зайву. А вот и 21-й. 21 на 10. КД на центре от самих французов. Зайву. А вот тут промахнулся. И промахнулся во второй раз. Надо же, Хампус. Хампус 15 кп осталось. Играет на Зиге. Тем временем на центр он отправил своих тиммейтов, которые погибли от Шокса. Точнее, Физи погиб. Кьоджин тем временем словил Плопски на длине. И стек падает от Шокса. Рес тоже умирает на мясном. И Хампус по итогу один против четверых. Играет Сака, выходит из коробки и умирает. 15-й раунд для Виталитис. И на ИП, потратив последние гранаты, ловят прямо сейчас и Хаешку, и Молотов под ноги. Это вынуждает их двигаться вперед. Кьоджин простреливает смоки. Месута сжигает. Ростая стега. У Хампуса 9 кп. Падает и он. В общем, во второй половине в атаке на Т-сайте для НИП никаких возможностей, никаких шансов практически и не было. Разве что Рес. Нет, не разве что. Это 2-0 в серии Best of 5 от французов. И теперь им остается сделать маленький, крохотный шажочек до победы со счетом 3-0. Достаточно легкой и ожидаемой от большинства. В десах Хампус получает P250, но у него также неудача. Тем временем пуш рампы. Месуте нужен фраг. Он его, в общем-то, дает. Где же второй? Второй от Зайвы и Кьоджина. До свидания, скорее всего. Мы говорим НИПАМ в этом раунде. Хампус 1. И инфа по нему должна быть. То есть он-то на улице стрелялся со своей пэшкой. Так что, либо отошел обратно, либо пойдет под Хэвен. Так или иначе, Зайвы его здесь ждет. И похоже на то, что это будет второе убийство для Матье. Все-таки армора у Хампуса нет. Зайву даже ждать надоело. Он точно несложно с этими кэфами не согласится. Пока Эка Зайву просто кошмарит улицу. Я так понимаю, он решил в соло закончить как можно быстрее этот нюк. И, наконец, заниматься делами. Ну, вчера Ника так пробовал. Помнишь, тоже соло закрывать улицу? У него временами это получалось. А временами, конечно, его отстреливали. Поэтому тут все-таки не стоит недооценивать команду NIP. Если в конце раунда идет пушить улицу. Ну, надо же. Не то, чтобы его здесь не будут ждать. Но весь вопрос в моменте. Пока Шокс переигрывает из тага. Закрывает будку. Попадает по шапке Плопски. Зайву даже не сразу начал стрелять. В общем, падает Рес, падает Плопски. 3-0 на шаг, на два шага. И точка эта, на самом деле, имбовая. Пришел Мисута. Хампус он, скорее всего, сейчас заберет. Реакция. И Мисута дожимает. Хорош, хорош. Пока что показывает себя с хорошей стороны. В рамках даже не этого матча, а конкретно турнира у нас. Мисута, особенно вчера, просто феерил. Шокс стал за дальним винтом. Я так понимаю, это будет попытка. Ну, такая лайтовенькая сплетанутя. Шокс, раз, два. Вообще. Рес, по крайней мере, с тиммейтами под дверью. Начинается выход. Шокс за вентиляцией. Его не прочекают, судя по всему, потому что открылась пристройка. Но уж Оксана не получилось сразу попасть. Плопски забирает Апекса. Ситуация не самая хорошая для Виталити. Но Мисута был уже в будке. Играет за Иксом. В итоге это 2-2. За его живой. Правда, помочь он своему тиммейту пока что не может. Вышел из гаража. Хампус в пристройке. Мисута прячется. Мисута все-таки умирает. Но за его должен делать килл. Спалился. Ловит пристройку. И знает, что физи вышел сейчас из-под дверей физи. Неужели будет пушить? За его смотрит на короткий. Решил отрелоудиться. Конечно, все это прекрасные игроки на IP слышали. Но весь вопрос, как сыграют в паре. За его вместе с Мисутой. А играют никак. Оба падают. И даже несмотря на поджим от Шокса, позиция Б занята. Апекс вырубает Хампуса. А теперь могут возникнуть сложности у Нипов. Благо сохраняется хотя бы Мол. И, конечно, выбить Б будет практически нереально. Плопский за реактором. Играет очень аккуратно. При этом слева его обходит Кьоджин. Кьоджин делает свой минус. Но физи открывается с ланга и делает килл. И, в конце концов, Шокс один против двоих. Ну, было бы, наверное, неплохо сейчас отцелить физи, отойти на сейв. Но в итоге физи делает еще один килл. Но Апекс сидит закрытый вообще на элике, по-моему. Где-то там, в той позиции. То есть на гараже. Немного урона получает Плопский. Но открывает рампу в соло. Да ладно, там падает Мисута. Хампуса минусует заеву. И Апекс ушел. Рез кстань. И 80 хп, правда, осталось. Но все-таки теперь, наверное, уже стоит отходить. Хотя по-прежнему идут вперед чему-то ребята из Франции. Хотя уже все понятно. Так как физи сразу не убили, надо было отходить назад. Кьоджин и Зайву остаются 2 в 3. Бомба взрывается. Счет становится 5-2. И второй раунд подряд берут Н.А.И.П. Еще и Кьоджин не засейвил. Шокс под хилпой. Пробует отстрелить рампу. Не получилось. Поднялся Мисута. Тоже упал. Это уже 3 в 5. Вниз спускаются 3 игрока у команды Н.А.И.П. При этом через гараж проходит Хампус. Ну и Б. Плэнт под контролем. Зайву в итоге реализовать свой АВИК не смог. Все-таки играл он то ли на девятке, то ли под Аплентом. И, конечно же, теперь уйдет на сейв. Бомба устанавливается новичком команды Н.А.И.П. Ну и через 40 секунд, конечно, взорвется. Третий, четвертый раунд. Атака и правда пошла. Причем необычно действует НИП. Хампус очень любит врываться где-то. НИП. Сейчас они идут контактом. Продолжают радовать нас чудесами. Чудесами выбора нестандартных таймингов. Они решили вырваться в смоук прямо сейчас. Нашли размен 2 в 1. Полностью очистили точку А. С точки зрения экономики раунд не критичный для Виталити. Так что могут позволить себе пойти в небольшой ретейк. Вот, например, проверочка от Мисуты. Но Реза мгновение до этого дал свой килл. Мисута прется дальше. Забирает мейн. И если бы не Физи... И вот как-то по одному сумел выкурить некоторых игроков из НИП. Шокс при этом дождался улицу. Понимал, что Хампус большой любитель заходить через эту позицию. И, казалось бы, да, могли выйти поставить бомбу, закидать смоки. И просто перекрыть вилку. Не дать вообще ничего сделать ребятам из Виталити. Но в итоге Виталити выкрутились сукими из воды. Физи последний в клатче 1 в 5. Но ловит одного лишь Кьоджина. Бомба дефузится. И общий счет становится 7-4. Но денежки у НИПов кое-какие будут. Что если кто-то будет проходить, всего лишь один оппонент. Коктейль Молотова на А. 1-2. На Апленте 2 человека. Зайва на Апленте. Шокс при этом сверху надбудкой делает килл. Но как же рассыпались опорники Аплента. Апекс последний 1-4. И, судя по всему, это еще один раунд. И снова у команды Виталити не будет денег. Поэтому Апексу, конечно, нужно обязательно сейвить. Месуто тогда купит. Шокс купит. Апекс может дать или пистолет, или МПХ. Ну и один из игроков сыграет, судя по всему, без ничего. Но Апекс спарился. И вот теперь далеко не факт, что он сможет засейвить свой девайс. Рез, извините, уже обходит через улицу. И, возможно, попробует спуститься в гараж. Поэтому месяц, конечно, посвятил девайс команде NIP. Итого. Апекс, как же ты не попадаешь. Падает на улице. Тем временем Кёджин ворвался в будку. Забрал из тега. Кёджин умер. Все-таки Плопский находился рядом. Ситуация 3-4. За его возле Икса. Пробует забрать пристройку. Но не летит. Месуто выходит из девятки. Тоже падает. И остается последний игрок. Это Шокс с МПХ. Что-то не сделали. За Шоксом отправляется выбивательная бригада. Шокс, как настоящий опытный волк. Лишь только под конец дает свой килл. Кстати, может, это не стоило? Не, нормально все. Могли здесь его забрать. Плопский. Нужно тащить Виталити. Хоть наши ребята из лайв-студии говорили про 9 раундов для NIP. Но и 8 может хватить. За его. Ох, как же жестко попадает по второму. Словил в итоге Реза. Отстрелил Физи. И еще умудрился отойти назад. Апик, кстати, сейчас еще ворвется. Возможно, Смоук и заберет Хампуса. Хампус не ожидал такой наглости. Шокс делает килл по плопски. И стэк погибает у вентиляции. Минимальную победу в позиции Шокса не дает ему делать выход. За его при этом в тупиках. Ну, трудная ситуация для ребят из команды Виталити. Согласитесь. И шансов здесь крайне мало. Остается Шокс, правда, один на один уже. И стэкс по 250-м Шокс выходит. Потусовавшись на дверях, они осуществляют спрыг на вен. Там их принимают, кстати, два игрока. Ну и, по идее, этого вполне должно хватить. Килл раз, килл два. Никакой платформы, почвы для захода на бене не подготовили игроки. Команды Виталити. Стэкс сейчас должны разрывать из-под длинного. Ну вот, в общем, песенка французской команды из ПЕТа. Мы уже видели сегодня один раунд, два против пяти. Вероятно, с пистолетами такое брать даже несколько проще. Но не в этой ситуации. Здесь все-таки и бомба потеряна. И вся команда НИП сидит на бомбе. Так что... Ну, ладно, еще парочка таких хэдшотов. Можно будет что-то предпринять. Может быть, сейчас Кеоджина запушит. Нет, Хампус стреляет четко в лоб. Шок синьо. Ну, все в руках старины Шокса. Правда, слишком далеко он, конечно, находится. 45 секунд до конца. Бомба у команды НИП под контролем. Шокс спускается в вентиляцию. Видит ухо. Резап забирает. Красный Хампус все-таки с Шоксом справился. Ну, сбрасывать улицу, против которой играет Хампус. И за сторону атаки, и защиты он, как всегда, здесь. При этом со скалы его уже заметили. Растанцевал. Слушай, мне даже интересно, может быть, аналитики посмотрят очные дуэли Апекса и Хампуса. Мне кажется, Апекс выигрывал их намного чаще. И Хампус частенько от своего старшего коллеги страдал. Под девяткой тем временем стреляется Шокс. И выход на рампу. Но он явно... Не удавшись, я хотел ей сказать. Но Хиоджин без печали бреет второго своего соперника под девяткой. Идут пушить Апекс. Апекс справляется и сам. И это внезапный форс, который берут Виталити. А где... То есть ребята натопали. И угадав, зашли на пустую точку Б за 13 секунд до окончания раунда. Есть дроп с винтов. Нет дропа с винтов. Вот и Шокс, который ливнул с-под второго. Тут немного, по-моему, патронов не хватило. За 4 секунды до конца раунда установлена бомба. Но шансы на этот ретейк не нулевые. Мог сейчас Плопски очень серьезно накалить Апекса. Там 14 хп осталось. Апекс мог бы отъехать, но нет. Какие вообще позиции Апекса, насколько он доверился своему тиммейту, который там за реактором играет. Это Мисута. Потому что он, в принципе, был как на открытом поле для любого игрока. Оружейный с другой стороны от НИП. Мы помним, в последнем включении было там 2 и 4. Если округлить, будут ли они равны сейчас или виталити. Ну, по-хорошему, снова должны выходить вперед. Апекс подформил статку, квадрокилл. Не выпускает секрет. Для Апекса никаких секретов нет. Ампус, что он тут? Ну, по-моему, топнул. Что-то его увидел и спокойно приговорил. Но физи не расслабляется. Пошел и очень быстро нашел свой размен на радио. Здесь же Плопский, которого доконтролил за Иву. Я не знаю, происходит какая-то лють в этом раунде конкретно. Но на Б. Пока складывается впечатление закрыто. Там сидит Ресс, он на часах. Отрабатывает закрыто. Это смачок. Такой фейковый. И в вентиляцию при этом залезли сейчас ТР. Вышли на Апленд и стэк в будке. Если бы Тежин, конечно, его перестрелял, все было бы очень интересно. Но физи был на девятке. Сделал два аминуса. Полетел он на Пленд. Причем Плопский играет на бочке. А тут коктейля нет. Но его отгоняет флешкой. Падает он в коктейль. Минус Плопский. И стэк тоже умер. И на Апленд никого нет. И вот в случае с командой Виталити у них получилось выйти на точку А. Дальше докидывают смок один, смок второй на девятку. И Грема, потому что бомба если бы сразу установилась, соответственно, защита вот так вот бы не смогла сделать. А теперь флешка на Пленд. Выходит Рез. Чуточку ему не повезло. Хоть шок, что был слепым. Рез, правда, тоже ослеп. Но мог сделать свой минус. За его на Пленд. Рез дал инфу, что два игрока, скорее всего, здесь. По большому счету от шведов. С одним АК. Ну и физи, конечно. Сейчас может быть герой этого раунда. Спрейт из-под красного. Ловит Месута. Живет до конца. Но все-таки рано или поздно нужно выходить. Он это делает. Падает от Киоджина. Апекс при этом контролирует Хампуса, который пытался помочь на фоне французов, которых уже и состав-то, в общем-то, практически доживает свои последние дни. Но Апекс дожимает 19. Соответственно, понимают, опять же, методом исключения Виталити, что, соответственно, на А, значит, сидят. Или как раз-таки пушить могут. Но не доконтролили до конца двери. Месута делает всего лишь один минус. В ответ получили довольно неплохо ребята из Виталити. Заеву и Месута 2 в 3. Месута понимает, что бомба в дверях. И, может быть, она под прицелом. Чекает пока будку. Физик как раз-таки в нее зашел. Заеву, возможно, пойдет в пристройку. На самом-то деле сейчас нет. Если бы Месута все-таки чуть раньше заходил и забирал бомбу, отстреливал игрока в дверях, можно было бы резко уходить куда-нибудь под Б. Но, опять же, 25 секунд до конца. Заеву последний. И это раунд для НИПов. Сработало. И теперь Виталити могут не то чтобы окапываться на точке, им все еще нужно пройти физи. И они его проходят. Хотя, посмотрите, на ХП у Месуты 3, у Заеву 30. Но то, зачем пришли, Виталити сейчас получили. Это свободный сайт. А, тут еще и Плопски. Ну, такой, без печали. Плопски слишком, конечно, пытался в соло как-то открыться. Не будет ждать, поэтому все-таки ставлю, наверное, на эту связочку. Хампус видит калаш. Ну и вот Агапекс стат одного отъезжает. И стек тоже спалился. А вот теперь есть понимание, что там два игрока. И нет понимания, что на плюсе был Шокс, но он снова не попадает каким-то образом в бок. Хампус делает еще один килл. Но, как мы и предполагали... Ребят, хватило даже на нормальные гранаты, но Китов решили купить четыре. И прорыв рампы. Здесь РС. Странно, что его здесь не заметили. Два килл Адалон и ответ от Апекса. Четыре против троих. Преимущество для шведов. Хампус тем временем. Неужто попробует... Два калаша по сотке хп у французов. И понимание относительно того, где находится НИП все больше. Вот, например, короткий. И вот важный перестрел. Газай его проигрывает. Шокс оказывается один. Сидит на левой вилке. Фраг раз. У Эстега 40 хп. Плопски немного подгорел. Должен быть фраг два. Бомба Астралис. Плопски дефузит ее до Талова. Шокс фраг и... И Шокс делает это. Нереальный, нереальный клатч. Какой-то ванвей, но не получилось. Летит Плэша. И стега никто не проверяет. Пока что Истег не взял, но это хэдшот, а вот теперь АК. Тем временем вентиль, девятка двери. Апекс проверяет как раз-таки вентиль. Там был Хампус. Ситуация 2 в 3. В меньшинстве Виталити, но Апекс дождался Икс и знает, что один вентиль. И понимает еще, что один на девятке. Но девятка сыграла. Физи реализовал свой скаут, однако снова Шокс. Кстати, Шокс, напомню я, против Виртус Прок. К нему заходит Физи. Попадает, кстати, не в голову. Соответственно, у Шокса есть шанс. Шокс пробует отойти на плент. Девять секунд до конца. Физи выходит на дальнем страйфе. И все-таки это... Киоджин много тут тусуется. Но в целом выход будет на рам. И здесь очень, кстати, НИП все-таки отправили туда Физи вторым номером. В общем, может он здесь и не нужен. Рез и сам. Молодец. Причем встал дальше на ящик. Ну, в общем, ладно, уцепиться за рампу не получилось. Начинаются душные поползновения. А может быть сейчас открываются двери. Внимание, стага отвлекается. Еще лучше дать ему в кабину и дропнуться, поставить спокойно бомбу. А нет, она падает перед дверью. 15-12. Три подряд. Второе эко решили сделать Виталити. Причем быстро выходит сейчас из будки. Словил флешку и ЗТЭК находится на будке. И стэк сыграл минус Айву. Но при этом Плопский погиб. И стэк жмет. И как же поздно с ним справляется команда Виталити. Вот чуточку раньше бы забрали его. Во-первых, сами бы не погибли. В итоге было бы намного больше. Выйти на точку Айвы и выиграть этот раунд. Да, но там есть двери. Шок чего не понимает. Он не понимает, что там могут быть двери. Шок забирает Плопский. Кьоджин выныривает с тиммейтами на плент А. Контролится девятка. Ситуация 3 в 5. Рез может быть отчаянно попробовать сейчас кого-то отстрелить. При этом мапик словит из тега. Падает физи. Остается последний. Рез против всех игроков команды Виталити. Но и тут, я думаю, уже без шансов. И мы с вами, дорогие зрители, в предвкушении победы команды из Франции. Виталити становится чемпионами АМ Винтер 2021. Один из последних чемпионатов в рамках этого года. Последний турнир от компании ESL. И, соответственно, один из тех турниров. Субтитры создавал DimaTorzok